В 2022 году Центр образования вошел в программу капитального ремонта образовательных учреждений Нижегородской области. Но сразу же сроки ремонта растянулись на два года из-за сложной ситуации в мире и повышения цен на стройматериалы. Все это время ученики Центра были распределены по другим школам города. В этом году ремонт завершился. Центр образования включает в себя 20 классов начальной школы. Это около 600 учеников. Тот факт, что здесь представлена только начальная школа, определяет специфику учебного заведения. Когда мы затевали оформление школьное, подумали о том, что нужно выводить урок за рамки учебных кабинетов и постарались привлечь к этому процессу детей. Мы провели такое образовательное событие, спросили, что бы хотелось видеть ребятам в обновленной школе, собрали их предложения, запустили конкурс, конкурс дизайнерских проектов, где попросили ребят свои идеи и мечты нарисовать. В несколько этапов отобрали лучшие работы. Путем очного голосования определили три лучших проекта. На их основе украсили внутреннее пространство школы. При этом эскизы ребят бережно сохранили. Так что теперь можно сравнить, о чем мечтали ребята и что получилось. Вся школа, все образовательное пространство подчинено такому общему смыслу, что земля – наш общий дом. Мы начинаем на третьем этаже с того, что «Моя родина – Россия». Этот холл называется «Мой край», «Моя малая родина» – «Земля Нижегородская». На втором этаже «Саров исторический», «Саров современный» и на первом этаже «Моя школа». То есть вот такая у нас иерархия. Каждый этаж выполнен в своем цветовом стиле. В цифровой лаборатории ребята постигают азы химии, физики и механики, в доступной форме знакомятся со сложными вещами. А мультистудия помогает ребятам создавать собственные мультфильмы и театральные постановки. Заседание школьной дружины «Созвездие» проходит в центре детских инициатив. Стены коридоров украшены красочными и познавательными картами. Здесь дети могут узнать о знаковых достопримечательностях Сарова или полюбоваться на карту нашей страны. Также после ремонта обновились спортзал и медкабинет. А в зале хореографии ребята активно проводят время на переменах. На территории центра образования также соорудили спортивный городок, поле и беговые дорожки. Но все это не имело бы смысла без тех, кто посвятил свою жизнь обучению детей. Александра Стрижова работает учителем начальных классов уже 10 лет. С детьми в школе я стараюсь вести себя так, как своей дочерью. Я не знаю, плохо ли это, хорошо, но я люблю их так же. Я стараюсь воспитывать их так же по своему примеру, как и свою дочь. Я их люблю, заботюсь о них и хочу, чтобы они выросли достойными гражданинами своей страны. Александра из семи учителей. В ее роду по материнской линии 12 педагогов. С детства она видела, сколько самопожертвования требует эта работа. Поэтому решила, что не будет педагогом и выучилась на психолога. Но семейные гены взяли свое. Недавно Александра принимала участие в конкурсе на звание лучшего учителя года. Она выиграла городской этап и попала в число лучших педагогов области. В соответствии с условиями она провела урок математики у незнакомых детей. Каждый ребенок, он индивидуален и уникален по-своему. Все они разные. Ко всем нужно найти подход. И здесь, конечно, как раз и моя профессия психолога мне очень помогает. Здесь мне нравится получать много знаний. Александра Вадимовна очень интересно все рассказывает и доносит информацию. Мне очень нравится здесь учиться. Я считаю, что школа – это стихия знаний. Я очень люблю нашего учителя. Он очень добрый, терпеливый и заботливый. Всегда нам поможет. И с ним можно узнать много всего нового. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, СРОВ-24.